Занимались многочленами от нескольких переменных, а также их порядком лексиографическим. Значит, все одночлены, если не обращать внимание на коэффициент, получаются упорядоченными, то есть любые два одночлена можно сравнить, какой из них больше, какой меньше. И бесконечно уменьшать мы не можем. Вот это все была подготовка к одному сюжету, который очень полезен. И он называется симметрические многочлены. Ну, опять, R у нас будет пока любое коммутативное ассоциативное кольцо с единицей. Значит, ну и вот мы будем рассматривать кольцо многочленов, октен переменных. И она у нас будет фиксирована сейчас. Если у нас есть многочлен, и пусть мы возьмем... Давайте возьмем дельта, это подстановка. СН мы обозначали множество подстановок. Тогда можно применить подстановку к многочленам и получить новый многочлен. Ф вот давайте обозначать или так, или вот так. Второе мне больше нравится. Это будет новый многочлен. То есть, если f был вот такой, f дельта от t1 и так далее, tn, это все равно, что f от t дельта от единички и так далее, t дельта от n. Понятно, подстановка перемешивает индексы, значит, она перемешивает переменные. Ну, или если записать в координатах, наш многочлен был... Давайте один раз запишем. Наш многочлен был суммой a, k1 и так далее, kn. Это индексы, t1, k1, tn, kn, то f дельта будет сумма a, k1 и так далее, kn. А переменные будут перемешаны, то есть, k1, но здесь будет дельта от единички, tn, t дельта от n, kn. Ну, например, если f это t1, а подстановка это, скажем, транспозитор, ну давайте цикл 1, 2, 3, то f дельта что будет? Ну, да. Дельта от единички это 2. Ну, вот оно и здесь есть. Понятно, да? Таким образом мы получаем такое перемешивание многочленов. Ну, и будем говорить, что многочлен симметрический. Если f дельта равняется f для любой дельта для любой подстановки. Значит, ну, замечание легкое. Мы знаем с самых первых лекций, что все подстановки, любая подстановка есть произведение транспозиции. Поэтому, ну, в принципе, вот это вот равенство достаточно проверять для транспозиции. Понятно, да? Если вы поняли для транспозиции, значит и для всех. Примеры симметрических многочленов. Ну, если взять f это просто x1 плюс и так далее плюс xn, то это симметрический, правильно? А вот если взять f равняется x1 плюс и так далее плюс xn минус 1, то это не симметрический. Задача. Тяжелая задача. Значит, ну, другие примеры. Что мы можем посложнее придумать? Ну, степенные суммы. Давай обозначим sd, это такой многочлен x1 в степени d плюс и так далее плюс xn в степени d. Значит, ну, правильно было сказано, произведение. Сигма n x1 xn. Ну, опять же, если взять n минус 1, если мы попытаемся сигма n минус 1 записать вот так, то это симметрическим не будет, да? Ну, можно попробовать что-то и все-таки произвести здесь. Что нужно сделать? Да, сложить все такие. Значит, ну, нужно добавить плюс x1 xn минус 2 на xn плюс и так далее, но в конце будет x2 плюс умножить на x3 умножить на xn. Это всевозможное произведение n минус 1. Один разных переменных. Снова симметрический. Значит, какие еще примеры мы знаем? Ну, вот по аналогии с этим можно обозначать, ввести такие. Сигма kt это x1 и так далее, xk плюс x1 xk минус 1 xk плюс 1 плюс и так далее, и так далее. Это всевозможное произведение k независимых переменных. Это важные многочлены, поэтому, значит, еще раз. Сигма 1 у нас, вот он, сигма n, вот он у нас выписан. Сигма 1 это, ну, вот оно. Сигма n минус 1 выписано здесь. Такие многочлены называются элементарные симметрические. Ну, все, да, сколько их? Вообще, сколько их? К до k. Вот здесь многоточие. Здесь независимых переменных. Различных. Так же, как и там. Ну, нужно взять, значит, сумма. Я написал произведение я. Сумма. Сумма всевозможных нить. Ну, так же, как и здесь. Сумма всевозможных произведений. Ну, понятно, да, что после того, как вы, вот если к такому многочлену примените любую подстановку, к одночлену сначала, то из этого одночлена появится такого же вида. Ну, соответственно, он в этой сумме тоже участвует. Значит, сумма останется без изменений. Понятно, да? То есть, вот это применение подстановки дельта, оно перемешивает члены здесь и, соответственно, его оставляют неизменным. Значит, что еще мы знаем? Ну, и еще один пример. Например, если мы возьмем… Я, извиняюсь, я перешел с t на x и плохо сделал. Видите, поменяем на t обратно. Ну, и здесь тоже, соответственно. Хорошо, ну, значит, ну и последний пример, пятый. Возьмем и наши переменные вставим в определитель. Ну, вот такой. Это аппетит Вандермондо, да? Значит, является ли он симметрическим, симметрическим многочленом атеитов? Нет. Кто сказал «да»? Да. Значит, нужно, например, как я сказал, достаточно проверить, что при транспозиции. Что такое транспозиция здесь? Перестановка двух неизвестных. То есть, это перестановка двух строк в этой матрице. при перестановке двух строк аппетит меняет знак. Понятно, да? То если дельта транспозиция, то дельта дельта равняется минус дельта. Так? Ну, это небольшая беда, значит, в принципе, симметрическим не является. Это свойство не выполняется, то, которое там написано. Не выполняется. Ну, что, как можно поправить? В квадрат мы заведем. Ну, тогда знак меняется не будет, тогда быть симметрическим. Значит, это чуть позже мы будем использовать. Апрель Вандермонда. Ну, или если вы его распишите, мы знаем, чему он равен. Да? Он равен произведению всевозможных разностей. Там из большего индекса вычитаем меньший. Ну, при перестановке, как раз там знаки меняются, двух соседних. Но, а если квадрат взведет, то меняется не будет. Хорошо. Значит, чем полезны симметрические многочлены? Ну, наверное, многие знают, да? Хорошо. Формула Виета. Возьмем теперь многочлен от одной переменной. Над полем. Значит, пусть его степень равна n. И предположим, что мы знаем его корни все. Ну, если поле, например, поле комплексных чисел, то это так. Пусть альфа-1 альфа-n его корни. Ну, оказывается тогда, что такая теорема, вот формула Виета, говорит о том, что… Ну, давайте еще нам многочлен нужно расписать, чтобы его коэффициент узнать. f от t равняется a n t в n плюс и так далее, плюс a1 t плюс a0. Это нам тоже дано. — У него отдельный вечный период, то, с которым есть корни? — Предположим, что мы знаем его куда. — Ну, в комплекте, в куда точно есть? — Нет, в комплекте нет. — Нет, в комплекте нет, 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 нет. — В комплекте нет? — Я взял такой, у которого мы знаем корни. Значит, то, что возражение, которое вы говорите, преодолевается нашим последующим знанием. Мы будем говорить, что поле всегда можно расширить так, что корни появятся. Все эти корни с учетом кратностей. Все корни записаны с учетом кратностей. Значит, согласен, здесь есть некая двусмысленность, но на данный момент возьмем те, у которых мы корни знаем. Ну, тогда сумма корней это минус АН-1 поделить на АН. Сумма попарных произведений – это АН-2 поделить на АН. Ну, и так далее. Сумма всех троечных, троек произведений. А минус АН-3 поделить на АН. Ну, и так далее. Произведение всех корней равняется минус единица в степени какой? Н, да. А нулевое на АН. Так, да, все правильно. Значит, ну вот. Здесь многоточие идет. Значит, то, что написано слева, это не что иное, как элементарные симметрические функции. Это Сигма-1 от АН-1, это Сигма-2 от АН-1 и так далее, это Сигма-3. Ну, и последнее, Сигма-Н. Ну, таким образом, формула Виетта позволяет вычислять элементарные симметрические функции от корней через коэффициенты многочлена. Здесь знаки чередуются, но остальное все понятно. Ну, значит, они похожи на стандартные теоремы Виетта, которые для квадратных формений, которые вы знаете со школы. Правильно? Знаете? Хорошо. Доказательства. Распишем наш многочлен. Он уже на нас расписан. А, значит, по теремию Виетта, мы его можем еще раз расписать. Вот так. Т минус альфа-1, Т минус альфа-2, Т минус альфа-Н. Ну, и теперь сравниваем. Сравниваем, значит, нужно что? Нужно здесь раскрыть скобки и сравниваем коэффициенты при одинаковых степенях. Два многочлена равны, если у них равны коэффициенты при одинаковых степенях. Тогда и тут тогда. Ну, например, вот это откуда получается? Это нужно сравнить при Т, Н, минус 1. Значит, сравниваем коэффициенты. В левой части будет АН-1, а в правой части будет АН умножить на что? Как вот такую степень можно добыть здесь? Приоскрите скобок. Да, берем всюду Т берем, а в одном месте берем АН-1. Перенесем в ту часть и получаем вот то, что написано здесь. Как получить последнее? Ну, надо что. Коэффициент при свободном члене. Коэффициент при свободном члене здесь равен А0, а там равен чему? Как можно нулевую степень добыть? Ну, нужно просто... Никаких Т попасть не должно, поэтому из каждой скобки мы берем по АЛЬФА. Минус АЛЬФА-1, минус АЛЬФА-2, минус АЛЬФА-Н. Ну, еще АН-е. Ну вот, перенесем в ту часть, получаем то, что написано здесь. Ну и так далее. Понятно, да? Значит, ну вот это вот... Почему... Давайте скажем, почему это интересно. Вот, например, потому что такие многочлены возникают в формулах Виетта. Даже если мы хотим заниматься многочленами от одной переменной, нам возникает потребность в многочленах от нескольких. Значит, утверждение. Значит, теперь обратно. Опять я буду... Значит, предыдущие мы говорили про поле. Почему? Потому что там мы говорили про корни и терем безу. Все-таки там нужна... А сейчас опять мы вернемся к произвольному кольцу. Возьмем кольцо R. Возьмем кольцо многочленов от... И вот так мы обозначим Sn. Ну, для будущего... То есть, это просто... Это, значит, обозначение оправдано тем, что... Значит, оно имеет смысл более глубокий в алгебре. Поэтому просто запомните на данный момент. Так вот, это все симметрические многочлены. От N переменных. Где они живут? Они живут вот в кольце всех многочленов. Пока никакого утверждения нет. Я пока сформулирую исходные данные. Так вот, утверждается... Утверждение стоит в том, что это под кольцо. В кольце всех многочленов. Что нужно доказать? Нужно доказать, что... Что является под кольцом? Что вместе с каждыми элементами Оно содержит Их суммы и произведения. Суммы разности и произведения. То есть, если F и G симметрические, F плюс минус G там же живут. F на G там же живут. Понятно, да? Значит, ну или переписывая в другом языке, значит, что мы говорим? Что если F дельта равняется F, G дельта равняется G, следует ли отсюда, что F плюс G F плюс G. Ну и так далее. Плюс-минус здесь нужно поставить. То же самое и на... Вот это нужно доказать. Это F на G. Ну, то есть, то, что я сказал, это вот... То есть, суммы разности симметрических многочнее снова симметрические. Хорошо. Ну, а это как установить? Ну, а это устанавливается следующим образом. Мы говорим, что F плюс G, если применим дельта, это все равно, что F для любых многочленов. Плюс G дельта. Значит, это так, то есть, если поменять переменные и сложить, это все равно, что сложить, а потом поменять переменные. Понятно, да? Ну, значит, ну, давайте докажем, например, первое, что у нас есть. У нас есть многочлен, есть F. есть такие два многочлена. Значит, как мы говорили, F дельта это будет сумма, а K1... На самом деле, то, что я еще напишу, чисто чистой тавтологии, так что мы... Как только мы запишем, мы это видим, что это очевидно. дельта от единицы в числе по определению K1 T дельта от N KN G Я просто определение расписываю. замечаю, что если мы допускаем нулевые коэффициенты, то вот эти индексы я могу сделать одинаковыми. Понятно, да? Если какого-то набора K здесь нет, то мы просто приписываем здесь нулевой индекс. Тогда можно считать, что они все участвуют. B K1 KN T Δ1 D от единицы K1 T Δ от N KN Хорошо. Значит, расписываем F плюс G. То есть, это мы расписали пока что там. F плюс G будет сумма, ну просто мы их складываем. Несколько не уходит. умножить на T1 F G Значит, ну хорошо. Ну и теперь применим к нему F плюс G Δ. Ну ничего нового я не скажу, если я напишу, что вот просто на T Δ1 K1 Δ от единички TN T Δ от N Δ от N KN Ну хорошо. Теперь мы сравниваем вот эти сложим и сравним с тем, что написано здесь. Ну одно и то же. Ну в общем, значит это верно. Таким образом, что мы сказали, что вот это верно, скажем, с плюсом. Тогда что дано? Что это равняется F плюс G? Ну и значит верно то, что и это выполнено для суммы. Ну а значит, поскольку это для всех Δ, то это означает, что F плюс G удовлетворяет нашему свойству и он является симметрическим. Понятно, да? ну оно для произведения аналогично, но только будет более громоздко. Значит еще раз, сумма произведений и разность симметрических многочленов снова симметрических многочленов. Хорошо. Теперь основная теорема о симметрических многочленах. пусть у нас есть симметрический многочлен. тогда существует и единственный многочлен F, скажем, ну для порядка скажу, что от других переменных возможно. Пусть я скажу, что F что F от T1 и так далее Tn получается подстановкой в наш элементарных симметрических. Значит, говоря словами, любой многочлен выражается через элементарные симметрические. Как выражается? Видео многочлена, то есть путем операции сложения и вычитания и умножения. Еще раз, любой многочлен выражается через симметрические. А, любой... Да-да-да, любой симметрический. Любой симметрический многочлен выражается через элементарные симметрические то есть это вроде каком смысле базис нет вот нет любой многочлен пример значит примеров вас масса школе этим занимались ты один в квадрате плюс n равняется 2 значит еще раз когда мы говорим про симметрический про симметрические многочлены и что-то такое мы должны зафиксировать количество переменных потому что вот как это многочлен как от двух переменных он симметрический от 3 нет хорошо значит равна 2 такой симметрический это элементарные симметрические которые мы только что стерли помните да ну что нужно выразить его через элементарные симметрические как мы знаем что это т 1 плюс т 2 квадрате минус 2 т 1 т 2 и это сигма 1 в квадрате минус 2 его 2 значит f вот это f здесь равен равен x 1 квадрате минус 2 их 2 вот если бы если сюда мы подставим сигма 1 сюда поставим сигма 2 то получим вот то что написано здесь значит верное равенство так теперь вопрос понятно да значит ну другой пример там например я написал 2 то можно сказать что ты 1 в квадрате плюс плюс т 1 в n это 1 в квадрате n в квадрате ну так же выражается как сумма квадратов ну чем это отличает ничем сигма 1 квадрате минус 2 сигма 2 ну и так далее значит на упражнениях вы в этом значит хорошо по упражняйтесь и на зачете тоже значит вот это был пример а это утверждение ясно да хорошо доказательства доказательства но сначала две лима сейчас вот мы вспомним то что было на прошлой лекции первая лима вот она если у нас есть многочлен симметрический многочлен и у него старший член то он имеет специальный вид возьмем его напомню вот так мы обозначали старший член он равен давайте его обозначим также у а равен он а на т1 к1 кн кн тогда к 1 больше и равно к 2 больше и равно к н понятно да ты сказал значит у него члены вот так упорядочены доказательства почти очевидно кому очевидно есть кому очевидно хорошо значит пусть вот возьмем вот этот набор и предположим это не выполнено значит есть где-то где наоборот возьмем такое то есть есть существует и такое что к и ты меньше к и плюс 1 пусть от противного есть такой возьмем такой и минимальным первый раз просто идем и первый раз смотрим когда у нас не монотонно теперь выберем дельту симметрический мы должны доказать что такое тогда он не симметрический значит выберем дельту дельту возьмем просто транспозицию и и плюс один понятно да и применим йорк у такой у дельта будет как выглядит что в нем поменяется в этом деле ну да значит а вот если дельта был у был такой вот а ты один к 1 ты и крае ты и плюс 1 к и плюс 1 ну утверждаю тогда что наш член не старший то есть вот этот вот будет больше чем нож а он участвует значит я сразу соглашение такое скажу что вот если у нас есть одночлен какой-то у мы пишем что у и принадлежит f вот неправильно и неграмотно писать конечно если у входит в тв с с неналевым коэффициентом входит он появляется версии с неналевым коэффициентом так вот этот появляется а поскольку наш многочлен симметрический и он при всех вот f дельта равенному то этот появляется тоже ну а с другой стороны что нам дано поскольку это минимально только у них первые члены совпадают здесь у них все хорошо а здесь к этот больше этого то есть надо вот до отсюда у них все одно и то же а вот здесь получается больше ну значит и это верно а значит он не старший это старший как его речь и лима 2 значит пусть есть одночлен у 1 1 1 так далее н тогда существует единственный набор чисел не не отрицательных чисел или один таких что если мы возьмем сигма 1 в степени l1 сигма n в степени ln это такой многочлен будет да возьмем у него старший член так вот он будет равен н это и 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 старший член многочлена равен у где 0 это сигма берем элементарные симметрические в этих степенях их произведения получается нет после того как мы его раскроем через т получится распишем через т то получится многочлен от ты не старший член старший член равен нашему ну для этого заметим что что есть такой старший член от сигма иртова чему равен вспоминать такой сигарты ну да вот производит видение всевозможных и рда у них все одночлены имеет вид вот произведение вот вот таких без коэффициентов вот просто этот один понятно да а все остальные получается него перестановка вы а это старший это c да ой спасибо ясно да хорошо что тогда будет мы вспоминаем лему который мы прошли закон закончили что старший член произведения равен произведению старших членов поэтому сигма c от сигма 1 или один вот эту то что мы хотим вычислить сигма n или что это такое ну это значит от сигма 1 это т1 были один от сигма 2 т1 т2 в ль 2 правильно и так далее последний будет т1 так далее тн в ль так ну вот вот это я применил здесь и еще что это будет значит что что старший член произведения равен произведению старших членов понятно да это значит это нужно старший член от этого взять это вот стоит здесь он стоит здесь старший член от сигма 2 он стоит здесь ну и так далее хорошо ну или это то же самое что ты один в степени сумма т2 в степени сумма всех без одного l2 плюс ln ну и так далее тн но только в степени и ну каждый раз мы стираем по одному слагаемому вот ну и что мы хотим мы хотим чтобы это равнялась у то есть мы хотим это приравнять к нашему что это означает означает что мы должны приравнять вот эти вот кофе степени то есть возникает систему уравнений или 1 плюс плюс ln равняется к н н плюс минус 1 л н равняется к н 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 система целочисленных уравнений значит увидим что да что мы ищем мы ищем элиты что где-то тут что-то не так а два да спасибо элиты и мы ищем а к и ты нам даны то есть система относительно элитах ну что мы видим треугольный она имеет решение нам нужно конечно положительное решение ну конечно да вот последую визуум к n н и л н минус 1 равняется к н плюс минус 1 минус минус 1 минус и н н и лит равняется л пиклины минус 1 к и и т Т равняется КИТ минус 1 минус КИТ, ну и так далее. Л первая равняется К первая минус К вторая. Понятно, да? Но опять же нам нужно положительное решение, но это лема 1. Это нам обеспечивает лема 1. Лема 1 говорит о том, что эти числа не возрастают. Значит, все здесь не отрицательно. Ну, а значит, мы нашли требуемые элиты. Единственным образом, система треугольная, поэтому решение есть, и оно единственное. Продолжим доказательства теоремы. Пусть у нас есть симметрический многочлен. Ну вот. Тогда, значит, посмотрим на его старший член. Но он удовлетворяет такому свойству. Пусть это будет наше У. Тогда мы можем построить, ну вот, возьму многочлен. Тогда для него по второй леме существует вот такой вот набор. Л1, сигма Н, ЛН существует. Такой, что С от Ф, это У, и это все равно, что С от сигма 1, Л1, и так далее. Ну, единственная тут возможность, что, ну, здесь мы не обсуждали коэффициент, но нужно коэффициент добавить. Ну, он существует. То есть, ну, нужно поставить так, что... Давайте вот здесь вот. Существует сигма 1, Л1, сигма Н, ЛН. Такой, это симметрический многочлен, такой, что, значит, С от сигма 1, Л1, сигма Н, ЛН. Ну, отличается от него на константу. Существует также А и З. Ну, мы говорим, что, значит, вот здесь вот У был многочлен такого вида, но не факт, что у него, то есть у него, к нему приписан коэффициент 1, константа. Не факт, что здесь он единички равен. Вот здесь может быть какой-то коэффициент. Вот мы его сюда и пишем, чтобы это выровнять. Ну, и тогда вычтем. Вычтем одно из другого, получим, что... Получим новый многочлен F1, у которого старший коэффициент сократится. F, минус А, сигма 1. Старший коэффициент сократится. Таким образом, С от... просто F1 будет меньше, чем F. Старший коэффициент умер. Вот у этих многочленов, вот у этого и этого старшие члены совпадают. Один вышли из другого. Старшие умерли. Высшие не родятся. Поэтому получилось так. Понятно, да? Значит, мы наш многочлен уменьшили. Ну, дальше продолжим процесс. Значит, по всем нашим соглашениям, это снова симметрический многочлен. Применим к нему опять ту же процедуру. И опять. Получим убывающую последовательность. Старших членов нет просто. А это? Для многочленов. Ну, да, согласен, согласен, да, но... Правильно. Ну, давайте, давайте напишем. C от F меньше. Возражение принимается? C от F1 будет меньше, чем C от F. Значит, в этом многочлене вот этот член умер. Ну, значит, остались только меньше. Что здесь и написано? Ну, и, значит, соответственно, мы получаем C от F. C от F1. Убывающая последовательность, последовательность асимметрических многочленов с убивающими старшими членами. Но старшие члены не могут убывать бесконечно. По крайней, одна степень у них понижается. Значит, последовательность обрывается, иначе мы оборвемся, ну, на константах там. Понятно, да? Ну, вот все доказательства существования. Значит, в этом мы, значит, вы поработаете на семинарах. Давайте единственность теперь. Нет здесь вопросов, да? Здесь более-менее все прозрачно. Единственность. Пусть у вас есть два многочлена. То есть, по сути дела, Пусть есть два многочлена F1, F2, таких, что F от 1, от сигма 1 и так далее, сигма n, F2. Высчитываем один из другого. Ну, тогда получится один ненулевой многочлен. Ну, значит, мы противного доказываем. Пусть он ненулевой. А если мы в него поставим наши сигмы, то он станет нулевой. как уже многочлен от Т. Ну, разложим его на одночлены. F и Т. F и Т. Одночлены. F и Т от сигма 1 и так далее, сигма n не равен нулю. Ну, для этого нужно просто посмотреть на старший член. Что такое С? Вот него. Мы его так обозначим, потому что он не равен нулю. А он не равен нулю, потому что вот мы видим, как он вычисляется в этой лиме. Более того, все уиты, опять же по этой лиме, по второй лиме, уиты не пропорциональны. Эти одночлены были различные, значит, вот эти степени были различные. Ну, а значит, набор степеней разный, значит, они не пропорциональны. Ну, теперь выберем из них старший. У штрих старший. Ну, он будет старший во всем F, а значит, он ни с чем не сократится. Нам просто нужно предъявить, чтобы доказать, что это не равно нулю, получить противоречие. Нужно доказать, что есть что-то, что ни с чем не сократится. Ну, вот мы его предъявили. Хорошо. Ну, вот наша теорема. Следствия, полезные следствия, которые, наверное, в школе вы для квадратных уравнений использовали. Если мы вернемся к формулам Виетты, пусть теперь есть у нас многочлен над полем, от одной переменной над полем, ну и пусть альфа-1, альфа-N, все корни. Значит, если корень кратный, мы его здесь упоминаем кто крат, какова его кратность. Тогда любая симметрическая функция или любой симметрический многочлен, вот давайте его как-нибудь обозначим. от корней выражается как многочлен, ну, от наших отношений. АН-1 на АН-1 на АН-1 на АН-1 на АН-1. Как многочлен? Вопрос? Ну, это же многочлен. Мы можем не учитывать. Хотите, поставим. Это многочлен. Многочлен от Виетты все равно, что многочлен от Виетты. Ну, в смысле, если что-то является многочленным от Виетты. Хорошо. Ну, вот давайте это… АН-1, конечно. Да. Значит, давайте вот это вот применим к… Одну, в общем, полезную вещь, которая используется, это понятие дискриминанта. Значит, рассмотрим многочлен, опять же. Значит, ну, я много раз буду вот это утверждать. Сейчас у нас есть многочлен F, который равен сумме А КТ и КТ. Все надполим сейчас. И мы считаем, что все корни его известны. степень f равняется ну тогда организуем такую вот вещь возьмем который я уже сегодня писалось возьмем произведение всех альфа и ты минус альфа житая по 7 и меньше же ну значит мы знаем что это что что-то не мнение меняет знаки конечно при перестановке поэтому это не является симметрическим функцией поэтому если мы взял квадрат то да нет я бы я говорю пока проводим моды я не говорю я говорю что это симметрический многочлен от альфа и так ну и добавлю коэффициентом а n2 n минус 2 вот это называется дискриминант значит но поскольку возникла определить вандермонда то это равно а n 2 n минус 2 и умножить на наш стандартный определитель 1 альфа 1 и так далее альфа 1 n минус 1 и все в квадрате значит это то что написано является 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 симметрическим многочленом от корней и значит поэтому следствие должен выражаться через наше значит я более скажу он за выражается через коэффициент это значит замечание д выражается через а 0 и так далее а н через коэффициенты как многочлен ну то вот здесь были знаменатели но благодаря вот этому коэффициенту они сократятся понятно да значит ну вот давайте это поясним значит что у нас есть нас есть д это что это а n 2 n минус 2 некий многочлен от сигма-1 и так далее сигма-1 значит то что написано здесь выражается через элементарные симметрические от альфа-итах это наша теорема значит но теперь мы подставим вместо сигма-итах потерями по по формулам бьета вот эти числа значит это будет а n 2 n минус 2 и вот там минус а n минус 1 вот любителя минусов здесь написал я минус запятая а а н минус 2 делить на а н н и так далее минус единица степени n а 0 на а н н ну пусть ну и вообще здесь ценного ничего нет пусть какой-то одночлен участвует здесь или 1 сигма н н вот в нашим f живет значит после мы поставим у него будет знаменатель знаменатель в какой степени в знаменатель войдет а а н н вот это вот как здесь появится ну сумма элитах так так с другой стороны старший член это как мы уже писали альфа 1 или 1 плюс и так далее плюс и так далее альфа n это было написано здесь потом стерта теперь опять появилась уже в другой других обозначениях ну а отсюда суммы элитах равна чему значит степени по альфы по альфа 1 нашего многочлена сигма 1 или 1 сигма n или вот ну а это меньше равно чем 2 и минус 2 изопредителя вандермонта можно видеть старший член значит последний определитель вандермонта значит в как альфа 1 входит в какой степени альфа 1 входит в дискриминант ну вот смотрим сюда но видно что вот он вот он вот она даже если мы разложим по первой строке то увидим что альфа 1 максимум входит в минус первой степени ну а сейчас я все в квадрате поэтому 2 вот это ну вот следствие которое без было здесь написано это симметрической функции симметрически многочнее от корней симметрические многочные от корней выражается через элементарные симметрические а элементарные симметрические по формула бьета выражаются вот так дальше формулы это значит основная теорема и формулы это значит это многочлен это называется дискриминантом так вот значит поэтому мы можем забыть про корни и считать просто дискриминант пример пример который мы знаем со школы до n равняется двум что что мы здесь знаем значит у нас наш многочлен f равен а2 т квадрат плюс а1 т плюс а0 и это то же самое что а2 т минус альфа 1 т минус альфа 2 дискриминант равен а2 в степени квадрат 2 альфа 1 минус альфа 2 квадрате равняется в этой симметрической функции поэтому должно выражаться сейчас но действительно выразиться а 2 в квадрате альфа 1 плюс альфа 2 квадрате минус 4 альфа 1 альфа 2 подставляем сюда формула вьета получаем что это а2 квадрате это что это минус а1 квадрате минус 4 а ну так поделить надо поделить на а2 квадрате а это а 0 поделить на а2 ну или а2 квадрате минус 4 а 0 а 1 квадрате 4 0 а 2 ну вот это формула дискриминант который мы знаем формула виета так значит ну пример задачка можно сказать что например попробуйте вычислить для кубического пусть у нас есть n равняется крем ну и давайте частный случай рассмотрим тубе тогда дискриминант получается равен 27 квадрат это дискриминант я по-русски говорю и слова когда на говорил что ну да иначе андрома скучно получится формула громоздкая полезная формула значит но основное свойство дискриминанта значит о чем о чем нам говорит дискриминант значит он зануляется когда у многочлена появляются кратные корни понятно да то есть но это такое очень хорошее выражение первых мы узнаем значит мы хотим знать когда у многочлена появляются кратные корни окажется очень редко для этого нужно чтобы вот это замулялась есть кратные корни все у него три корни среди них есть кратные но это легко видеть из той формулы которую берут на определение это было произведение всевозможных разных хорошо а значит ну вот хорошая задачка подумайте вот которые вот здесь я написал предположим же вас многочлен имеет где действительные теперь действительными коэффициентами значит какой смысл имеет знак дискриминант тогда дискриминант тоже будет действительно понятно да на самом деле значит если мы уменьшаем наше поле корней может не быть дискриминант все равно есть так же как и случае значит тут квадратных многочленов многочлен можем мог не иметь корни дискриминант это определенная величина он все равно считается так же как и здесь многочлен может не иметь трех вещественных корней но дискриминант него есть у него есть знак и он нам о чем-то говорит может подумать хорошо значит и еще одна вещь которая очень полезна это результат теперь у нас даны два многочлена f и g а значит если дискриминант вообще в принципе он ну самая общая вещь которую можно по нему это это он говорит о том о наличии кратных корней то результат говорит о наличии общих корней у двух многочленов у нас есть один многочлен а n t n плюс плюс а 1 и плюс а 0 есть многочлен g в м т м у одного корня альфа 1 и так далее альфа n у другого корня бета-1 и так далее бета-м это все корни и теперь организуем такую вещь результат от f и g этот вот ну во первых коэффициенты а n и в м н и в м н и крест на крест умножить на произведение альфа и ты минус в это жить ну опять видно что то значит так же как и там значит это некое выражение как как когда она зануляется до когда у многочленов есть хотя бы один общий корень также так там было хотя бы один кратный то здесь хотя бы один общий свойства по всем но они никак не упорядочены это разные корни они в разных местах по всем и во всем же хорошо свойства ну а первое очевидно что будет если на самом деле она несимметрична и же если сравнить r от gf если переставить что будет ну как как он поменяется как как за какой зависимости как да совершенно верно минус единицы в степени n на м значит здесь везде нужно поменять скобок здесь сколько n умножить на м второе полезные свойства что такое как его можно посчитать еще r от fg это просто а а n в степени м умножить на произведение g от альфа и так а r от g f это соответственно b м на и венны произведения по всем и здесь по всем же если эту формулу безу просто наш наш f представляется виде а АН умножить на произведение Т минус альфа ИТ. Соответственно, F от бета житого это АН произведение, здесь произведение берется по всем И, бета житые минус альфа ИТ. Вот таких произведений будет сколько? М штук, соответственно, вот здесь возникает N штук, вот здесь возникает N, ну и вот всевозможные такие штуки. Значит, третье, которое я говорил, важное, R от FG равно нулю, когда есть общий корень. Вот, хорошо, значит, ну еще и значит, как они связаны? Теорема говорит о том, что чтобы вычислить дискриминант, нужно взять результат от многочлена и его производной. И это будет все равно, что минус единицы в степени N на N минус 1 пополам и умножить на дискриминант. Ну, соответственно, многочлены F. Сейчас у нас есть один многочлен. Значит, вот будет две теоремы, вот это одна теорема, а вторая теорема на самом деле будет говорить о том, что результат, так же как и дискриминант, можно выразить через коэффициенты многочленов. Очень просто. То есть, он считается на самом деле. И это некое условие, как нужно по многочленам понять, имеют они общий корень или нет. Хорошо, ну давайте вот с этой теоремой разберемся и, наверное, на этом на сегодня будет хватит. Значит, что мы знаем, что F равняется AN, вот уже писалось, T минус произведение, T минус альфа ИТ. Житы. Я хочу жить, чтобы было. Как продифференцировать это дело? Ну, а N будет. Здесь что будет? Когда мы это дифференцируем, что будет? Сумма по всем К, а здесь будет произведение, по всем Ж неравным, К, T минус альфа ЖТ. Так? Внув правила Лебница. Мы дифференцируем одно, остальные остаются. Хорошо, значит, ну теперь, что будет? Если сюда поставить альфа ЖИТ, это будет произведение, Ж не равно И, альфа ИТ минус альфа ЖТ. АН нужно ставить. Да. АН. Понятно, да? Когда альфа ИТ сюда подставляем, все члены умрут, кроме одного. Понятно, да? Как только ИЖИ совпадает, мы сюда подставляем альфа ИТ. Как только ЖИ совпало с И, этот член зануляется, значит, и все произведение занулится. Поэтому из всей суммы останутся только те, которые попадут вот на это ЖИ. Ну вот, что здесь и написано. Ну а дальше подставим вот в ту формулу, которая здесь есть. R от F, F штрих. Это у нас будет, куда подставляем? Вот сюда. Где F? Вот сюда. АН минус 1, Н, Н минус 1, АН, произведение по всем И, произведение по всем ЖИ неравным И, ну вот таких альфа ИТ минус альфа ЖТ. Понятно, да? Значит, ну вот, да, и что мы применяем? Ну вот сюда вот подставляем, ну да, F штрих. Хорошо, ну а это ничто иное, как минус единица в степени Н, Н минус 1 пополам, АН, АН, 2Н минус 2. Сколько таких сумм? Таких сумм будет, значит, теперь мы их упорядочим, чтобы одно было меньше другого. АН, альфа ИТ минус альфа ЖТ в квадрате и меньше ЖИ. Поэтому возникнет знак. Что? Между знаками произведения. Сейчас, давайте я проверю. Здесь еще есть какой-то. Да, наверное, и должно. Давайте проверим. Ну да. Так. Хорошо, значит, что мы знаем. АН вот здесь вот. Да, у меня стоит. Ну да. Ну, соответственно, теперь все правильно. А то, что вот здесь стоит, это дискриминант. Ну и все. Вот оно. В начале. Здесь в первой степени. А, утверждение теоремы. Утверждение теоремы. Да, 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 да. АН. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот оно. Да, ну вот, да, значит, получается, что, что дискриминант на самом деле можно вычислить через результат многочлена и его производной. Ну вот, простейшая формула. А как считает результат, ну, придется нам в следующий раз обсудить. Спасибо.